Практическая психология Здравствуйте, это программа «Практическая психология». В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева. Тема программы «Работа моей мечты или алгоритмы успешного трудоустройства». Ну а поразмышлять вместе и узнать все практические рекомендации на заданную тему я решила у психолога и специалиста по обучению и развитию персонала Ларисы Анфёровой. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Надежда. Вот «Работа моей мечты». Вы сами когда-то мечтали о том, что вы будете психологом и специалистом по развитию персонала? Ой, да, мечтала. Действительно, да? Что интересно, мечтала, да, потому что по первому образованию я технолог. Вот, и на определенном этапе жизненном я поняла, что я хочу, вот прям хочу быть психологом. Для кого-то это показалось, наверное, странным на тот момент. Но я… Осознала? Осознала. И я к этому пришла. Я закончила один институт, одновременно с ним институт практической психотерапии, гештальтерапии. И уже к окончанию 2002 года я уже была с двумя образованиями психологическими. Да, и еще ребенка умудрилась родить в это время. Ну, видите, как все. По-другому не мешает, да? Не мешает. Ну, а я в свое время мечтала быть озеленителем улицы. И неважно, что официально такой профессии совсем нет. Это была моя мечта. Я в своей жизни мечты все рано или поздно осуществляю. Поэтому уже там по ходу, имея другие профессии, я, конечно же, тоже разбивала клумбы в городе Киры, делала из этого социальные всевозможные проекты. И мне это чертовски нравилось. Но, тем не менее, озеленитель улицы, я все-таки поняла, это вещь такая хорошая. Но хорошо, что нет у меня этой записи в трудовой книжке. Итак, как же на самом деле разобраться, какая твоя мечта, точнее, профессия, которая тебя будет радовать, не даром же говорят, даже не слишком коротка, чтобы работать на нелюбимой работе? Как это можно понять? С самых ли ранних лет человек об этом должен задумываться? Или это может прийти в процессе уже твоей такой активной взрослой жизнедеятельности? На мой взгляд, по-разному. Это может происходить. Есть такие люди, которые с детства знают и хотят, и двигаются уже к своей цели, знают, кем они хотят быть. Но это очень маленький процент, на мой взгляд, людей. Потому что в детстве хочется всё, и хочется много. И космонавтам, и врачам. И хочется всего, и много. И в реальности, да, с реальностью пока ещё ребёнок не столкнулся, и это здорово. Вообще, начну с того, что здорово, если есть мечта. Это вообще прекрасно. Согласна с вами полностью. Это самое главное, да, чтобы мечта была. Но вот как показывает практика, вот у меня дочке 17 лет, в школе, где-то в классе 8-9 говорили о том, что проводили у них исследования. И говорили о том, что только 5% из будущих выпускников 9 класса понимают, узнают более или менее, в какой сфере деятельности они хотят себя проявлять. А всё, наверное, от того, что дети в таком возрасте ещё не знают, что они из себя представляют, по большему счёту, да? Я думаю, и это тоже. И вообще у подростков есть же такой, да, синдром всемогущества. Им кажется, что они могут всё на самом деле. О, как это здорово. Да, ну, годам в 30 они сталкиваются с тем, что вот не всё, да, сами знаете, да. Поэтому не все могут определиться, конечно, в раннем возрасте с профессией. И чаще всего моя практика показывает, моя жизнь показывает, что первое образование, даже выбранное первое образование, оно не бывает основополагающим на всю свою жизнь, там, дальнейшую. Как база, да, оно работает, потому что всё равно что-то человек приобретает, обучаясь, даже если эта работа, вернее, это обучение не ведёт к какому-то трудоустройству, всё равно он базу эту приобретает. То есть мы с вами на выходе, там, да, после школы, и, например, техникам или же вуз, всё равно получаем такую универсальную личность, которая уже ещё лучше узнала себя. Да. И опять-таки, да, вспоминая, а кем я там мечтал бы, там, водителем, там, да, не знаю, врачом, там, да, или лётчиком, я понимаю, что сейчас у меня образование юриста, да, и как-то к мечте я не приблизился. Да, и тут встает вопрос. И тут встает вопрос, да. То есть, смотрите, мечта, это здорово, когда она есть у человека, она может быть абсолютно, я бы сказала, сумасшедшей, правда, да, но всю жизнь мечтая, а в реальности не реализуя себя, это, наверное, такая история печальная. Да. Что нужно для человека, для того, чтобы вот именно его работа стала той самой мечтой или мечта стала той самой работой? Ну, вот я как раз соглашусь с вами, что здесь важно определиться, что это за мечта, не иллюзия ли это, да, не витание ли это такое в облаках, и действительно ли это то, чем или кем я хочу быть, чем я хочу заниматься, и перевести это как-то в осознанное желание, да, оформить. Да, отлично, осознанное желание. А вот можно сейчас немножко, вот вы мама, да, я тоже мама. Вот когда дети наши мечтают, да, то есть у них ещё сейчас пока нет ничего, как говорится, такого, просто-просто мечтают. Вот тут ведь тоже очень важно, чтобы мы не отбили это желание, да, потому что бывает же такое, да, подзатыльник, да, какой из тебя там боксёр, да, или космонавт? Важно, важно, чтобы родитель понимал, что его ребёнок уникален, что его не стоит загонять в рамки представлений родителей, потому что родители, рамки эти могут быть достаточно ограничены. Всё равно каждый человек, он пропускает через собственную призму, собственного опыта, да, всё. Согласна. И поэтому... Я вот тут даже прямо выписала, да, часто такой вот, приходят на консультацию и говорят, вы понимаете, у нас семь поколений врачей, да, а я вот там решила быть актрисой, да. Какой ужас у семьи, потому что дочь пошла не по той дорожке. И вот тут человеку нужно много сил, на самом деле, и много мужества, чтобы пойти не по той дорожке. Но если вот как раз вот это желание осознанно, и оно оформлено, и это такая потребность ещё изнутри, да, сначала идёт потребность, потом желание, тогда важно набраться мужества. Дорогого стоит, да? Дорогого стоит, да. За это можно бороться, да? Я думаю, что если человек поборется за это, он к чему-то придёт, и он будет достаточно успешен, потому что преодолевая, преодолевая что-то, как раз вот это преодоление, оно и даёт такой жизненный опыт, да, жизненную опору какую-то, да, оно развивает сильное качество личности, которое можно потом применить в работе мечты. Отлично. Итак, сначала была мечта, потом появляется осознанное желание. Да. Осознанное желание и понимание того, кем я хочу быть, где я хочу быть, что я хочу делать, чем я хочу заниматься, что входит в сферу моих интересов. Это, знаете, это как если бы такой вопрос, да, можно себе задать, чем бы я хотела заниматься, ну вот по жизни, да, если бы это не касалось финансов, да, вот отбросить, да, на какой-то момент финансовую часть и посмотреть с этой точки зрения, а что действительно моё в этой жизни. Что мне будет заставлять удовольствие. Ну, недаром говорят, что если вы найдёте дело в своей мечте, вам не придётся никогда работать, да, или то, что вам приносит удовольствие, считайте, что, ну, вот вы ходите не на работу, а получать удовольствие ходите. Лариса, вот смотрите, вот этот этап, он может быть как у ребят, которые только закончили вуз, да, а может быть и случится, например, там в 40, в 45 и позднее, правда, да? Да, и в 30, и в 40, и в 47, и в 50 может случиться. И это здорово, если человек действительно задумался над этим. Как себя реализовать в жизни на полную катушку. Хорошо звучит, да? Итак, получается, мечта, осознание, и дальше я, что, какой следующий будет шаг у меня? Вот я бы посоветовала раскрыть свой потенциал, да, посмотреть на себя с разных точек зрения, посмотреть на свои сильные, слабые стороны, как зона развития сам. Прежде всего, да? Прежде всего, сам, да, быть с собой честным, пописать, да, есть такой метод фрирайтинга, да, который позволяет писать, писать, ну, так, без цензуры для себя. Вот, а что я на самом деле представляю, да, попробовать. Второй путь – это люди, которым ты доверяешь, чьему мнению ты доверяешь. Кто для меня авторитетен, да? Может быть, кто наблюдал в течение жизни, да, если уже человек с опытом, или в течение учебы, учебного процесса. А какие мои сильные стороны, какие мои слабые стороны, как вы видите меня, где бы я мог реализоваться, но не с точки зрения совета, вот иди туда, да, а с точки зрения, действительно, узнавания себя и раскрытия своих слепых зон, то, чего я не вижу. Иногда бывает так, что человек говорит, вот, ты такой интересный, ты такой красивый, а с самооценкой что-то у человека не так, он говорит, ну, что-то это как будто бы не про меня. Так вот, важно обратить на это внимание. Если тебе говорят люди со стороны, что это твоя сильная сторона, посмотри на это действительно, а может быть, это действительно так. Так, попробуй пойти туда, в эту сторону, попробуй развить эти качества. Это тоже важно. То есть, получается, сначала сам, да, потом дальше люди, которые для тебя являются авторитетами, которые тебя давно наблюдают и знают, да. И третий вариант, наверное, есть у психологов инструментарий определенный, да. Да, есть у психологов инструментарий. По раскрытию потенциала, по направленности действий своих, да, по планированию деятельности. Как дальше я буду действовать, да. То есть, одно дело я раскрыл, я посмотрел, да, я увидел свой потенциал, и я загорелся. Ну, да, то есть, какой-то драйв уже получил от этого. Уже пазлики складываются, да? Да, уже начинают складываться. Да, действительно, мне это интересно, появляется энергия. И тогда важно составить план действий. Вот пока до плана действий, я еще хотела бы, на самом деле, получается, что человек, чем больше он узнает о себе в процессе, не знаю, там, каких-то общих проектов, каких-то там прохождений, каких-то тестов, каких-то там еще участий, не знаю, может быть, там в тренингах, там какие-то обучения, еще чего-то, да? Сейчас очень много, кстати говоря, этих ресурсов, где это можно получить, раскрыть себя. И в тренингах в том числе тоже, да. Вот смотрите, бывает же так, что ты вдруг понимаешь, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот проседая, да, ну, да, вот здесь вот есть хорошие какие-то такие моменты, на которые можно опираться. И человек уже говорит, не, вот я уже понимаю, что вот здесь у меня я слаб, вот здесь там еще что-то. И бывают вещи, когда, ну, ситуации, когда человек отказывается от своей мечты. Он говорит, я вот тут послушал там, что обо мне говорят, я тут о себе там немножко там, да, пописал, поразбирался. Не-не-не, я точно там не актриса, да, ну, к примеру, там, да. А ведь что тогда? От мечты-то все равно ведь она оставалась, да? Ну, значит, есть какие-то ступеньки, да, потому что тогда нужно, если она по частям, да, что называется, разбить на какие-то простые шаги, да. То есть вот пусть, я хочу, чтобы... Не актрисой, но тогда я могу, где реализовать могу вот эти таланты, да, где я могу реализовать эти сильные стороны сейчас, прямо сейчас, без прожектов, да, каких-то таких. А вот что я сейчас могу сделать, я себя уже могу проявить. И где мне это будет действительно доставлять опять-таки удовольствие, да? Да-да-да, конечно, много возможностей сейчас. То есть я просто сейчас хочу, чтобы нас услышали наши радиослушатели, что даже если вы вдруг, когда уже анализируете свои сильные и слабые стороны, и понимаете, что вот есть над чем работать, это не повод опускать руки, а наоборот усиливать, да, вот эти все моменты, нарабатывать новые компетенции хотя бы уже для того, чтобы, ну, нет, вот моя-то мечта точно будет реализована. Потому что чаще всего так и бывает, что ты не делаешь какие-то два-три последних шага, да, которые тебе открывают огромные-огромные перспективы, только из-за того, что тебе страшно. Страшно, да. И это правда. Страхи, они и ограничивают как раз вот это движение. Сейчас очень много говорят, кстати, о синдроме самозванства. Самозванцы слышали, да, об этом. А давайте нашим слушателям расскажем. Расскажите, что за синдром самозванцев? Ну, это как раз та вещь, которая ограничивает человека в своих действиях, потому что... Он боится? Он боится, да. А почему он боится? Потому что он думает, да, что есть кто-то лучше него, он смотрит там на рынок, есть какая-то конкуренция, он слушает действительно людей. Я бы не случайно сказала, тех, кому доверяешь, да, вот. А есть ведь люди, которые просто тебя критикуют, да. Готовы тебе, да, рассказать всё, что думают о тебе. Да, в общем-то, даже тогда, когда ты этого не просил. Очень часто подвержены этому люди такой мыслительной деятельности, да. С внушаемостью. Да, да, такие. Как правило, люди физически, которые работают, я не знаю, там, да, на заводе люди не страдают этим, на самом деле. Вот они очень чётко знают, чего они хотят, да, они знают, сколько им гаек там надо нарезать. То есть они боятся заявить о том, что они эксперты, да? Да, скорее, да. Они начинают сравнивать себя с другими. И вот здесь самое главное, наверное, ловушка. Потому что мы говорили о том, что каждый человек уникален. У него есть свой стиль, у него есть свои какие-то знания, свой опыт, который он может применить. И сравнивая себя с другим или с другими, он сам себе обрубает вот эти, он сам перед собой ставит границы. Такая, знаете, как лошадь в шорох, да? Да, да, да. И вот здесь, ну, разные способы работы с этим. И со специалистом, конечно, это можно тоже делать. У меня есть такие клиенты, с которыми приходится. Очень часто люди, особенно думающие, этому подвержены. Люди тех профессий, где невозможно померить результат. Да, вот так сразу его не видно. И поэтому возникают сомнения. Даже кандидаты наук, там, а вот моя диссертация не такая, как у Ивана Ивановича, там, не так хороша. Там доктора наук говорят, да, я вроде бы ничего, но вот есть ещё лучше. То есть такое стремление к совершенству, да, перфекционизм, который тоже где-то тут же мешает. Вот. И мы вспоминаем самую главную, да, самую главную, я бы сказала, пункт в педагогике. Никогда не сравнивайте детей, там, друг с другом, да, и никогда не сравнивайте себя с другими людьми. Вы можете только сравнить самого себя, какой я был 10 лет назад и какой я сейчас. Мне кажется, это как раз от школы и начинается. Если ещё в семье ребёнок, он самый лучший, уникальный, то когда он приходит, конечно, в школу и сталкивается с тем, что его оцене и боют, он сразу попадает под оценку и под сравнение, вот тогда начинает формироваться, да. Лучше, хуже там, да, и всё прочее. И это мешает достичь своей мечты вот как раз, да. Да, но это сейчас не наша с вами история. Мы просто проговорили о том, что да, такие камни преткновения будут на пути, и это тоже можно преодолеть, с этим тоже можно справиться. Да, страх, всё страшно можно. Итак, что же у нас? Теперь мы с вами знаем, какая у нас есть мечта, знаем, осознаём чётко все свои сильные, слабые стороны. Нас уже теперь ничего не пугает. Мы вышли к пониманию того, что вот она, профессия моей мечты. Профессия моей мечты, она может быть весьма престижная, а может быть совсем, я бы сказала, такой, да, не особо вызывающая какие-то восхищения, но зато приносящая именно вам это самое удовлетворение, удовольствие. В чём это будет? Это тоже надо будет обязательно каждому из вас разбираться, да, из нас разбираться. Я удовольствие получаю от того, что я просто пребываю, например, в залах, где много-много книг, и у меня есть возможность читать эту литературу. Или я получаю удовольствие, потому что моя мечта была получать много денег, да, от работы, где действительно очень хороший заработок. Или помогать людям, или общаться, да. У каждого своё удовольствие, конечно. Абсолютно, и у каждой будет складывать свою собственную формулу вот этой мечты, профессии, да. Какой же алгоритм, вот если всё-таки я нашла, я знаю моё своё собственное призвание, что я дальше должна или должен сделать? Ну вот дальше, если это связано уже с работой где-то, да, в общем, потому что варианты бывают и создать своё дело, тоже мечты, такой тоже вариант может быть. Но если это связано именно с поиском, где я могу получить такую работу, то дальше алгоритм такой, да. Ну, что это, где это, да. Нужно начать собирать информацию. Где такие профессии вводятся вообще, да. И посмотреть, если есть какая-то компания моей мечты, да, где я могу себя применить, да. Ну вот есть же на рынке, да, такие компании, которые привлекательны для соискателя, с хорошим брендом, да, с сильной развивающейся какая-то, да, интересной для меня, да, как для личности, тогда я, конечно, начну узнавать, а что это за компания, начну собирать информацию о ней. Я посмотрю в соцсетях, я посмотрю отзывы, я посмотрю, чем живёт эта компания, потому что у них есть сайты. Я посмотрю, какие вакансии у них есть на их сайтах, да. На самом деле, вот вы встречали, да, таких людей, которые идут не за конкретную профессию, а вот именно на конкретную компанию, да? Встречала, конечно, и в мою бытность, когда я работала, конкретно приходили и говорили, я хочу работать у вас. И это есть. Важно, чтобы я, ну, как бы мои интересы совпадали, да, с интересами компании. Это не так просто узнать, понятное дело, но какое-то представление о ней я должен знать. Потому что когда я пишу резюме даже, да, когда я собираюсь, я понимаю, куда я иду, что в этой компании востребовано. Командная работа или индивидуальная работа. Это быстро развивающаяся компания, где возможен быстрый рост, или это какая-то стабильная, давно работающая на рынке компания, в которой требуются, ну, вот такие стабильные, да, сотрудники, которые просто будут много-много лет посвящать себя одной какой-то деятельности. Вот надо посмотреть, на что я нацелена. Либо на развитие, на карьерный рост, еще на что-то я хочу вырасти в этой компании. Либо мне важна стабильность, хорошие условия там, да, и вот, чтобы меня окружали книги там, ну, например, да, вот что-то другое. То есть это тоже вот к вопросу разобраться в себе. И тогда уже после того, как я собрал информацию, а такая компания может быть не одна, и желательно, и хорошо, если она не одна. Но если, вот знаете, бывает так, вот эта компания или команда моей мечты, такое тоже бывает. Такое тоже бывает, да. Это здорово. Тогда посмотреть, что необходимо для нее. Если есть вакансии, вот, под которые... То есть собираем информацию полностью, да? Информацию, да. Все. Да. Вплоть до отзывов и всего прочего. Если знакомые, вообще замечательно, да, кто в этой компании работает. То есть посмотреть все со всех сторон. Потому что часто бывает, человек идет на вакансию, и, ну, он как бы, он как будто бы не понимает, да, куда он пришел. Вот. То есть... Если вы хотите попасть, да, вот совпасть, да, то надо понять, куда. То есть даже на собеседование, когда ты, да, приглашен уже, ты уже должен четко даже дать понять, да, и директору, и чару о том, что, вы знаете, я в эту компанию просто влюблен. Я уже знаю, чего я тут могу реализовать, как я могу... Да, да. Какую пользу могу принести, да. Это же тоже моменты суметь себе продать. Да. Да-да-да. Презентовать, продать, высветить в свои сильные стороны и те компетенции, которые необходимы на данную вакансию. Возможно, у вас есть другие, да, не всегда есть смысл рассказывать обо всем. Но важно высветить именно те, именно те стороны, да, которые необходимы именно под эту должность. Важно проявить себя как проактивного человека, потому что на собеседованиях это видно. И если в компанию требуются люди именно такого склада, да, которые будут расти, которые ориентированы на достижения, то тогда в собеседованиях и будет, в общем, строиться собеседование таким образом, чтобы выявить, да, вот эту мотивацию на достижение. А как вот вы относитесь к тому, что, например, на собеседовании сейчас некоторым людям дают, да, пробный такой проект, вот, пожалуйста, попробуйте сделать там за два, за три дня, да, покажите нам вот этот продукт, и мы посмотрим, да, готовы будем с вами встретиться. Нормально отношусь, смотря на какую должность, какой уровень должности здесь нормальный. Я такие проекты давала, тоже люди делали. То есть это для чего делается? Это делается для того, чтобы, во-первых, увидеть мотивацию вообще человека, насколько он хочет попасть. Потому что если он, в общем, не делает, значит, и не хочет. О чем тогда дальше речь вести? Даже если этот проект, ну, не стопроцентно там попадание какое-то, все равно этот результат, да, этот результат уже есть. То есть он уже сработал на результат. И это очень важный такой момент, особенно в маркетинговых каких-то, вот в этих отраслях, в рекламных. Это сейчас регулярно такое происходит. Да-да-да. Давайте сейчас расскажем. Вот если раньше мы просто приходили на собеседование без всяких резюме, сейчас какие-то нововведения есть, как правильно составить резюме? Понятно, что об этом можно и прочитать, и все, но вот прямо кратенько такой алгоритм. Кратенько, если на что смотрят HR-ы... При отборе. При отборе. На вообще-то, для начала, на самые элементарные вещи. Это грамотность, это структурированность, это как раз на подачу компетенций, которые под эту вакансию предназначены. И описание каких-то своих достижений, да, если это необходимо под эту вакансию. То есть, а достижения пишутся желательно в глаголах, там, да, сделал, там, поднял продажи. Если это индивидуальная работа, если это командная работа, то в команде, да, наша команда, да, добилась таких-то успехов, таких-то результатов. И тогда тоже видно, да, командные группы. Или индивидуалисты. Да, да, да. То есть, вот такие вещи, которые можно увидеть сразу, в принципе. Резюме, вот структура, фотография, всё то же самое, как и раньше, да. Но, наверное, вот сейчас вот эти моменты достижения, да, они очень важны. То есть активная позиция. Да, активная позиция, и плюс ко всему, да, что ты уже умеешь. И даже если вы, например, студент, да, который вот только-только закончил институт, у вас всё равно есть какие-то социальные проекты, какие-то студенческие моменты. Их тоже обязательно указывайте, потому что они раскрывают вашу личность, да, вот через призму как раз вот этих самых продуктов, которые уже реализованы. Что из нового сейчас, кстати, пока не забыла. Некоторые HR смотрят ваши профили. То есть о социальных сетях, да? Да, да. Потому что они достаточно информативны. Вот если говорить о таких бессознательных ценностях, то на самом деле по социальным сетям можно увидеть. Да, и мы об этом делали даже программы, да, как по социальным сетям можно сложить портрет человека. То есть если вот хочется, да, чтобы вот ваш портрет был, ну, действительно там попадающий, то скорее и в эту сторону тоже нужно посмотреть. Да, то есть перед тем, как подавать куда-либо своё резюме, да, идти на собеседование можно, например, какие-то видео и фотографии даже убрать. Да, да. А ещё это уже такая моя личная просьба. Когда я тоже работала в сфере HR, я прямо собирала, коллекционировала всевозможные смешные адреса электронные. Например, там идёт девушка такая, главным бухгалтером устраивается работать, а там у неё написано «любимочка», там, например, «белочка», там, да, «собачка» и там ещё что-то. Да. Ну, это так весело, интересно, но, опять-таки, если вы идёте, например, на клад там уже и на какой-то… Смотря на какую должность, конечно. На какую должность, то хочется, чтобы там тоже было красиво всё, да. Да, да, вот эти факторы нужно учитывать. Хорошо, итак, человек составляет резюме, его приглашают на собеседование, и как же там на собеседовании себя правильно вести, чтобы получить вот эту самую профессию своей мечты? Ну, вести можно себя по-разному. На мой взгляд, что важно, чтобы увидел работодатель. Важно, чтобы он увидел желание. Потому что идеальный сотрудник для работодателя, ну, таких немного, конечно, да, это тот, который может и хочет. Вот он и может, и хочет. Вот если вы показываете на собеседовании, что вы можете и хотите, и хотите, ну, такой, да, идеальный вариант, но надо учитывать то, что нет идеальных людей, да. Да, я на собеседовании могу показать, что и могу, и хочу, а в итоге это может оказаться совсем не так. И нет идеальных мест, идеально подходящих под этого идеального человека. То есть вот такого стопроцентного совпадения, совпадения, да, правильно сказать, я не видела. Да, всё равно есть что-то, что важно подтягивать, есть какие-то зоны роста. Вот если нет знаний или нет там какого-то навыка, то его можно сформировать, наработать, знания можно получить. Сейчас просто огромное количество всяких разных возможностей в интернете, и везде обучиться, и подкачать свою компетенцию. Но что важно, это коммуникативная компетенция. Она, компетентность, она всегда везде очень важна. И когда вы идёте на собеседование, лучше подготовиться, конечно, вот как-то и быть в ресурсном состоянии, да, и вот эту компетенцию, её подкачать, то есть научиться слышать, да, научиться быть услышанным, да, задать вопрос правильно, грамотно. То есть это очень важно. Вот тут ещё тоже, мне кажется, интересный такой момент. Вроде бы как ты идёшь наниматься, да, но ведь и в твоих силах себя продать, грамотно продать, да. Но и в это же время, я всегда говорю, мы смотрим на руководителя, да, и на вообще всех тех людей, которые проводят это самое собеседование. Потому что бывают такие истории, когда ты думал, что это компания твоей мечты, приходишь на собеседование и понимаешь, что вот здесь какая-то несостыковка происходит. И вот эти первые ощущения твои, да, понятно, волнение, там, может быть, даже какие-то, там, да, с точки зрения даже на телесном уровне, там, да, вспотели ладошки, там, да, учащённое сердцебиение. Но интуиция тебе говорит, нет-нет-нет-нет-нет-нет, я не этого хотел, да, потому что вот я вот вижу, что я каждый раз буду испытывать вот это состояние стресса при виде вот, например, такого директора, там, да, такого там HR или там ещё кого-то. Тоже даже эти вещи мы тоже должны делать с вами очень осознанно. Да, согласна. И в этот момент, когда вы идёте на собеседование, нужно помнить, что не только я продаю себя, но и компания в этот момент тоже продаёт себя. То есть мы должны совпасть, это такой психологический контракт, да, мы заключаем в тот момент, когда мы выбираем друг друга. Да, это как бы прям отношение, да, между мужчиной и женщиной, то есть по любви. А вот иногда на первой встрече любовь не случилась, да, и тогда, значит, мы выходим, спокойно отдышались и понимаем, что, значит, работа моей мечты где-то меня ещё ждёт, и я продолжаю её искать. Ну, это один из вариантов, которые мы сейчас с вами проговорили, Лариса. Но есть ли всё-таки вариант, что вот, всё, я понимаю, я великолепен, я хороший специалист, я нашёл ту самую вакансию, и я теперь уже принят на работу, как грамотно пройти процесс адаптации к новым условиям, к новой компании, к новым людям? Это же тоже такая весьма стрессовая, да, ситуация? Да, она стрессовая, и она и будет стрессовая, потому что человек выходит из зоны комфорта. И это нормальная ситуация, и нужно к этому относиться вообще-то нормально, потому что испытательный срок 3 месяца, а адаптационный период не менее 6, мы знаем, да, в компании. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, нужно... Здесь очень хорошо поможет коммуникативная вот эта способность, да, нужно развивать связи. То есть первое, что ты приходишь, да, ты осматриваешься на новой работе, смотришь, кто как общается, какие там есть подводные течения, кто против кого дружит, да, причём это всё с позиции пока нейтралитета. Да, 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 да. Нужно посмотреть, какие ценности, да, вот как они, как там всё это происходит на первом этапе, да, и в то же время показать руководителю, непосредственному руководителю, что я готов выходить из зоны комфорта, я готов учиться, если я чего-то не знаю, я готов получать эти знания, я готов нарабатывать. Вот важна готовность здесь, потому что на этом уровне, если вы хотите пройти испытательный срок, то вот это одним из таких важных является моментов. То есть, значит, осматриваемся первые две недели, там, неделю, да, а дальше переходим в активную фазу, правильно понимаю, да? Да, да. При этом не входя ни с кем в конфликты, да, простраивая тихонечко свои собственные границы, не позволяя на себя слишком много вешать то, что не является прописанными должностными обязанностями, да? Но делать чуть-чуть больше. Ну, делать чуть-чуть больше, согласна. Чуть-чуть больше, чем тебе ставится задача. Если вы хотите, если действительно работа вашей мечты, то лучше делать чуть-чуть больше, чем от тебя требуется. Вот тогда ты покажешь, да, свою готовность, потому что нет другого способа показать готовность свою к дальнейшей деятельности, к активной деятельности. Ну и, конечно же, оставаться просто хорошим человеком. Если просит кто-то, например, о помощи, да, то её оказать. Если кого-то надо научить, то почему бы не взять и не сыграть совсем другую роль, да? Не просто ученика, но и учителя. Да, быть готовым. Быть готовым к тому, что ты можешь столкнуться с разными неопределёнными ситуациями. И тебе в этих ситуациях нужно оставаться, да, самим собой, на самом деле. И, конечно же, наслаждаться той самой профессией, которую вы выбрали, о которой вы мечтали. Сегодня мы говорили на такую тему, как работа моей мечты или алгоритм успешного трудоустройства вместе с психологом, специалистом по обучению и развитию персонала Ларисой Анфёровой. Лариса, большое вам спасибо. Ну и в завершение, может быть, что-то посоветуете нам почитать? Почитать, ну, из последнего, из тех книг, которые мне понравились. «Настоящий ты» Саро Хабаннер. Ну, там, главное, не помню. Загуглить можно. Да-да-да. «Настоящий ты» такая очень хорошая и мотивирующая книга как раз по тому, как найти себя и реализовать себя. Ну, вот, отлично. Читаем книги, слушаем программу «Практическая психология». С вами была Надежда Бушина. Всем любви, счастья и добра. До свидания.